С Днём Защитников Отечества! Ура! 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 Привет! Это Юлия Чичерина, только что из тёмных глубин русского мира, поздравила вас с Днём Защитника Отечества, а меня зовут Дмитрий Колизев, и мы сейчас посмотрим несколько довольно кринжовых околополитических видео, которые появились на этой неделе. Давайте начнём с Путина, который на этой неделе выступал в Лужниках по случаю Дня Защитника Отечества, а на самом деле, конечно, к годовщине преступного вторжения России в Украину. В Лужники свезли бюджетников и студентов из соседних регионов вплоть до Липецка, вручили им российские флаги, сказали, энергичнее махать. Ты поедешь с нами на торги? Там продают рабов? А почему нет? Их продают, как и другие вещи. Их выставляют, а покупатели торгуются? Конечно, а как иначе? Значит, рабов выставляют, папуля? Да, чтобы мы могли разглядеть. Как товар? Что тебя смущает, мой ангел? Что человека можно купить так, как инструмент для хозяйства? Но они же рабы и дорога, и так же нужны в хозяйстве, как инструмент. Пока они на морозе ждали Путина, их развлекали патриотические артисты разной степени кринжовости. Вот послушайте, например, рэп-версию песни «Катюша». Пагандийский замысел довольно очевидный. Путину и Кремлю очень важно соединять в сознании людей Великую Отечественную войну и нынешнюю агрессию против Украины. Типа вот тогда боролись с нацистами и теперь продолжаем. Тут в дело вступает капитан Очевидность. Привет. И напоминает вам, что под песню «Катюша» Красная Армия отбивала вторжение нацистов на советскую землю. А под этот унылый рэп российской армии предлагается захватывать землю чужого государства. То есть агрессор в данном случае Россия. И никакие музыкальные ужимки этого не поменяют. Перед собравшимися выступил и наш любимый певец Олег Газманов, который аккуратно заклеил логотип Прада на своем пуховике тысяч за 300-400 рублей. Ну ладно. Наконец присутствующих дождались Путина. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! И он появился в тоже богатой куртке, цена которой нам пока неизвестна, но мы хорошо знаем, что в недорогих вещах Путин ходить не любит. Вот эта радостная женщина еще долго будет стоять у меня перед глазами. Кстати, замечу, что ожидавшие Путина на морозе офицеры были в одной форме, а сам он утеплился как следует, смехами. Замечу, что сцена организована так, чтобы толпа находилась от Путина как минимум в нескольких десятках метров. И, конечно, по всей чаше лужников сверху по периметру дежурят снайперы. А когда Путин пожимает руки офицера, за спиной последних перемещается внушительный сотрудник ФСО. Ну, мало ли что взбредет в голову человеку, недавно вернувшемуся с фронта. Речь Путина целиком слушать, пожалуй, не будем. Ничего выдающегося в ней не было. Но вот вступление мне показалось очень странным. Давайте послушаем. Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное. Я бы так сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш», «Отче, Отец». И в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже о Родине... День защитника Отечества, Отец, Отче наш, Родина-Мать – все смешал в кучу. Наверное, сам писал речь. Потом Путин предложил стадиону вместе покричать «Ура!», но не смог попасть в ритм. Трижды «Ура!», 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 «Ура!». Дальше спели гимн, и Путин честно шевелил губами. О, это ж снова Газманов в Праде. Ну и покричать «Россия!» напоследок. «Россия! Россия! 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 Россия!» Смысл этого пропагандистского шоу очевиден. Показать самим россиянам, что большинство жителей страны поддерживают войну и своего президента, раз целый стадион собрался и так энергично приветствуют его. Но, разумеется, народу не нужна война. Но, в конце концов, политику определяют лидеры страны. А втянуть народ – дело нехитрое. Демократия ли это, парламентская республика, фашистская или коммунистическая диктатура. С голосованием или без него народ всегда можно заставить делать то, что нужно лидерам. Но еще раз напомним, как в таких случаях заполняются лужники. Бюджетникам и студентам, начальство, преподаватели говорят, нужно обязательно в этот день приехать в лужники. Предоставляются автобусы. Тех, кто едет, премируют. Тех, кто не едет, депремируют или еще как-нибудь наказывают. Это рассказывают журналистам люди в толпе. На самом деле, даже попасть на стадион случайному человеку нельзя. Все по билетам, которые распространяют как раз через предприятия или через студенческие организации. А еще собирают по чатам массовку за 500 рублей. Так что не стоит думать, что весь российский народ слился в экстазе со своим президентом. Это неплохо отрежиссированная телевизионная картинка. Не более. Ну ладно, на концерте мы с вами побывали. Теперь давайте на минуточку включим российское ТВ. Там в программе Владимира Соловьева депутат Госдумы, обвешанный медалями генерал с лицом опасного буйнопомешанного, предлагает уничтожать до основания украинские города. Так, где у меня был этот файл? А, вот он. Реально, я бы проверил его у психиатра. Впрочем, пока он запомнился меньшими подвигами. Зовут его Андрей Гурулев. Он военный, и в 2013 году против него возбудили уголовное дело. По данным следствия, Гурулев взял из своей воинской части прапорщика и рядового и на два года отправил их прислуживать по хозяйству своему знакомому начальнику штаба. Естественно, никак документально он это не оформлял. Настоящий командир, отец солдат. Потом, правда, уголовное дело прекратили. На самом деле, мы, наверное, должны быть благодарны, что российская армия состоит из таких вот генералов. Благодаря коррупции ни Киев, ни Харьков, ни Львов, ни другие украинские города не были взяты. Российская армия очень грозная в телевизионных программах, но далеко не такая успешная на поле боя. Продолжение следует...